да судя по всему это очень старая надпись у меня жена была змеей поэтому я переживу вот так выглядят плоды баоба это есть девчонка башня в те времена пузо считалось признаком достатка смотрите это азербайджанская школа и у них все обучение идет на русском языке нормально получилось поют мне песню про мою судьбу и про мою любовь знаете баку меня встретил холодом но этот холода ощущался только на коже а внутри тепло жар кайф это как вернуться домой хоть азербайджан не мой дом но я здесь как дома мы сейчас едем по трассе формула-1 видите справа слева перекрыли от трибуны сделали да смотрите какая огромная ракета это ракета искандарь м мы находимся в парке патриот это парк появился недавно после войны здесь трофейное оружие это все трофеи я не видел столько никогда танков и они все такие разнообразные 3 какая интересная сидушка они здесь боеприпасы или пули или оружие держали они переделали в лавочку можно посидеть можете пользу можно из всего сделать и пользу и вред д-30 гаубица я в военной тематике вообще ничего не понимаю мне так не интересно такие необычные танки какой-то дуло у нее маленькая он наверно он наверно очень подвижный но эффективность у него мало именно поражающая военная палатка вот таких палатках жили наверно во время военных действий су-25 газон не посадили наверное чтобы более на военные полигом был похож а так смотрите это сушка это реально это вот самолет истребитель точнее части обломки это истребителя алюминий алюминиевый это черный ящик до черный ящик он не черный он оранжевый обычно бывает и это похоже на черный ящик до регистратор полетных данных двигатель турбина да судя по всему это очень старая надпись война двадцатом году было это самодельная ракетная установка это вот так окопы выглядят надеюсь никогда мне в жизни и вам не придется видеть что-то подобное только если как я на экскурсии там разместил и или и он и и и и это все во время военных действий ребята все военные армия все вручную делают бревна вот эти все укрепление видите есть не укреплять даже вот постановочном варианте они грушатся я реально надеюсь что это первый последний раз я в окопе я надеюсь и у вас тоже это первый и последний раз через мое видео смотрите отсюда можно посмотреть не высылось видите и тушь наверху достаточно одной гранаты и дымовой шашки еще и все кто здесь находятся они мучительны смертью покинут этот мир это к калаш приваренный каска смерть его была немучительны быстро я так надеюсь советский союз оставил очень много красивое здание боку самый первый цирк в советском союзе был в баку и самая первая нефтяная скважина была в баку и вы имея в виду эту информацию вы должны понимать что сто лет назад или сто пятьдесят лет назад баку был одним из центров мировых как сегодня дубай поэтому и наследие остались очень много красивых зданий я здесь не вижу простых пятиэтажек но имеется до доступны мне я если вы иду чуть сторону куда-нибудь там наверно будут советские простые пятиэтажки а так целом городе ближе к центру плюс-минус и много зелени есть на покой это город ветров не светленно ты себя вверху ну да теребенте совсем покой получается на полуостров обширонский полуостров и продувает почему так болезнь потому что сырость влажность влажность померзаешь сюда идеально весной летом это памятник мусульму магомаеву народно отец советского союза он родом с он бакинец по он бакинец магомаев вот имея ввиду азербайджан не имеется ввиду азербайджанец в азербайджане очень много национальностей которые себя считают азербайджан то есть никак не отделяется если вот пятерых людей возьми один из них согласись лизгим будет же из пяти да минимум из 10 до 100 процентов талыши еще есть и много других национальностей даже никогда не слышали если нефтяника про трудовой баку про советский баку это набережная называют бульваром я помню в детстве когда я маленький был мы здесь были это все было не обустроено советский совет развалился 94 год я помню вода была близко мы сидели в кафе чайхане и женщина метлой подметала и воду убирала морскую она прибывала на удивление неветренно вот он каспий вот родной каспий как я скучал по каспийскому морю она же одинаково что в дербенте что здесь да пойду не буду искушать судьбу это не дубай это не индия баку и здесь прохладно пока каспий он цикличен он не соединен с мировым океаном это озеро и поэтому сейчас да и сейчас пришло время вода уходит последний раз я когда был в азербайджане вода была здесь а сейчас она там это не канализационные отходы это просто сточную воду они не воняют из-за того что были дожди вы понимаете эти трубы они были спрятаны в воде а сейчас они оголились и ты вот можешь смотреть на эту красоту да и у нас в дагестане тоже ушла вода чувствую представьте если вода была здесь грубо говоря вот на этом уровне это получается почти 2 метра уровень воды ушел на 2 метра вот на этот дом посмотрите на свои это реклама страховой компания на сваях поставили такой дух спущусь и я люблю снимать у меня жена власть змеей поэтому я переживу да нет я думаю биткоин до 12 дойдет потом сейчас просто рост идет а там разворот будет шортить будем думаю нормально будет водичка не переживает и главное лови рыбка лови в одессе был памятник где девочка с мамой машут рыбаку отцу а здесь рыба вот рыбу это оливы все 160 лет на упрощение миллиард лет ну вот похоже как будто и ну очень много это было десятом году а сейчас почти 230 лет я хочу сорвать плод можно сорвать плод я спать не смогли вот сам ближе вот так выглядят плоды баобаб я его потом скрою почитаю и вам расскажу это мечта отвечаю вот эта мечта балкон такой вот на бульвар не бульвары торговая улица до улица не заме но люди я почему-то всегда с детства думал что это именно был я знал что бульвар это вдоль ну набережной советское время это было и улица потом она уже переименовалась на это здание не вписывается это здание это здание не вписывается а вот это здание как будто родилась создано для этого места так же как и это также как и это здание и причем что самое интересное моя бабушка прабабушка у них здесь рождение написано было тут турчанка тут а у турков они же османы у них они же до определенного момента турки назывались османами а мы по факту турки как мне сказали что их тогда османами может быть другие империи другие государства а так как и мы вот здесь на четвертом этаже двести шестьдесят тысяч монах это умножить на 45 окна не сюда смотри серьезно этот дом вот этот чисто деревян вот этот стопудовый это на пахара моего похоже на папа отвечает вот это вот вот это видите это чем говорит о том что это очень старое здание старый город вот он изначально это каких годов это наверное 14 век да как алякса иерусалим вот тоже вот так же все я не привык завидовать никому но вот этому человеку я завидую смотрите у него просто целая это веранда называется да получается целый двор на крыше внутри старого города если взять вот эти дома все как в дербенте час вот то есть люди живут обычные люди вот машина обычного человека обычная машина здесь можно за 500 тысяч монах взять квартиру я считаю что это очень хорошо с учетом такой красоты с учетом что здесь есть это мечта которая принципе осуществима это небольшая сумма да это вот это когда-то был подвал типа а сейчас вот такой магазин у нас у нас такие подвалы есть очень часто используется но не на таком уровне это как первый этаж получается смотрите какой ресторан это бани под ним баня под ним баня а это девичья башня есть легенда про девичью башню который я вам не буду рассказывать зайдите сами почитайте это есть девичья башня та самая которая везде изображена на всех сувенирах вот она чаще вот девичья башня вот здесь находимся вот она это старинные нагробные камни получается ну да это четвертый и первый век до нашей эры скульптуры вошли в девичью башню для граждан азербайджана для иностранных граждан умножить на 45 вот она девичья башня сейчас мы опять зайдем туда мы без билета зашли и пройдем посмотрим что там внутри смотрите какие как будто они золотые достали эти камни это для обороны судя по всему чего это деревянная балка смотри да она каменела и кого-то из камень пролетелось это наверное само строение или 100 при реставрации доставляют вот смотрите трубы это говоря о цивилизации которая была здесь одна труба входит другую как водопроводная труба а это судя по всему вот смотрите видите чаши это получается что то ли туалет то ли водопровод какой-то туалет реально вот смотрите вот сюда можно унитаз установить а это стояк а вот сейчас говорить о европейцах европейцы тогда даже не мылись когда здесь туалет был унитаз колодец опять видите вот тоже самое керамическая вот эта штука она соединена вот мы дошли до самого верха вот по легенде отсюда она и сбросилась прекрасная принцесса дочь шаха который не хотела выходить замуж за нелюбимого человека романтика вот она чаще вот мой вот она вода была где-то здесь здесь было были скалы в те времена и ну да как бы перед морем как бывает скалы камни и за то что это вместо такая история такая легенда многие разбитые сердца поднимали современности и сбрасывали себя интересно а дверь на ней дверь не всех времен или всех да это деревянная это вот дерево деревом вот так вот не гвозди судя по всему это гвозди это дерево то есть возможно что дверь та самая дверь которую открывал сам шах вот это может сам шах трогал а это простой ресторанчик простой бакинский ресторанчик внутри старого города он танцует он так танцует он играет какая-то трагедия у этой семьи а это зажиточный поэтому в те времена пузо считалось признаком достатка а худой накаченный сильный признаком бедности потому что им приходилось тащить вот это все а это шах или какой-нибудь боярин говоря по-русски его наверное советник а это женщина пришла покупать фрукт похоже на яйцо но это скорее всего фрукт у нас сегодня и вторых гостях у моего два и родного брата оттуда доставили а урдееды это знаете что это каштан это не иконский каштан который растет вдоль дорог а именно каштан который в турции жарят я его люблю запечен но он с пловом хорошо идет я себя чувствую графом как будто графом давай сыграй давай дамазгим имя давай ту же самую на свадьбу будешь что делать на мою свадьбу наденешь да отвечаешь вот такой знак азербайджанского метро бакинского метро и что самое интересное я уже чувствую запах советского метро какой какой запах был в москве метро 90-е годы вот этот запах необычный резины что ли что-то в этом роде мазур мазур да ну вот этот запах он у меня в голове ассоциируется именно с метро нефтью а почему нефтью покупку нефтью покинуться да нефтью а еще в полицейск нефтью а а сейчас он а что у Продолжение следует...